Первое, что нам нужно понимать, поскольку речь идет про облачную версию портала Bittrex24, то любое наше приложение представляет собой черный ящик, который взаимодействует с другим черным ящиком, то есть самим порталом, и исключительно только при помощи наборов методов RESTAPI. Второй важный нюанс – приложение не может вмешиваться в существующий пользовательский интерфейс Bittrex24. А если мы хотим показывать пользователям портала свое приложение внутри портала, то наше приложение всегда будет работать исключительно только в рамках iFrame. При этом RESTAPI позволяет нам оперировать практически любыми данными портала – задачами, объектами CRM, файлами и т.д. На общей схеме видно, что для того, чтобы приложение получило доступ к данным Bittrex24, оно должно авторизоваться под конкретным пользователем портала. Соответственно, именно рамками прав этого пользователя ограничены права приложения. Это очень важный момент для понимания. Вы не можете рассчитывать, что ваше приложение, сделав запрос по RESTAPI, построит для конкретного пользователя отчет на основании, допустим, всех сделок CRM, если фактически этот пользователь видит только половину сделок в системе. Единственный вариант для построения таких отчетов – использовать получение данных от имени пользователя с административными правами. Но здесь есть свои нюансы, о которых я расскажу позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова